Дорогие друзья, не переключайтесь, потому что в этом ролике вы увидите, как правильно разделать сома от начала и до конца. И я за 10 минут приготовлю 3 блюда. Будет полезно. В общем, многие, кто любит готовить рыбу, не знают, как ее разделывать. Это вот очень часто бывает не только среди любителей, но это бывает часто среди профессионалов, шеф-поваров. Люди, которые не знают, что делать с рыбой. Смотрите, у меня сегодня африканский клариевый сом. Смотрите, 2,5+. Вчера еще плавал, он не потрошенный. Я буду все от начала до конца показывать. Что делаем вначале? Сначала его потрошим. Ну, как всегда, помаленьку глубоко нож не загоняем. Натягиваем всегда кожу так, чтобы нож не уходил вниз, в кишки. Да, кто-то так врубает и начинает все кишки прорезать. Зацепили немножко за кожу, все, приподнимаем и тянем его кончиком ножа так, чтобы ничего не зацепить. Смотрите. Видите? Все целое. Во-первых, мы видим внутри икру. Вот это икра. Понятно, что у нас там есть кишечная система. Вот так вот икру аккуратно. Цепляем, она держится за спину. Стараемся аккуратно вынуть ее так, чтобы она местами рвется. Если она останется в ястыке, конечно, ее тогда удобнее будет и жарить, например, и варить. Вот она. Видите, в таком виде мы ее отправляем в чашку. Дальше. Вот здесь вот находится желчный пузырь. Посмотрите. И печень. Печень у сомика довольно большая. Работаем аккуратно. Подрезаем все части, которые у нас держатся. Вот смотрите, видите, здесь одна пленка, которая вот тут вот держит у горловины печень. Мы ее подрезаем и следим за тем, чтобы у нас ни в коем случае не порвался желчный пузырь. Страшного ничего не произойдет, но вкус будет неприятный. Вот эту всю сердечно-печеночную часть мы подрезаем, вытягиваем. Оп. Посмотрите, у нас получился кишечник, печень, желчный пузырь. Нужно его аккуратно будет убрать и выкинуть. В общем, смотрите, печенка получается, как у цыпленка. Да, то есть если собрать 10-12 печенок от крупных сомиков, то можно сделать прекрасный паштет. Я пока это все откладываю вот сюда. Значит, здесь образовалось небольшое количество крови, ну, потому что рыбка свежачок. Вот это лишнее, чтобы на доску не текло, все вымакиваем. И дальше начинаем работать уже по разделке. Смотрите, чаще всего люди просто-напросто обрезают вот таким образом голову. Да, и большое количество веса уходит вот сюда, остается на колтычках. Поэтому всегда я рекомендую взять и подрезать под плавником прям вот в самую-самую-самую-самую крайнюю часть, где только есть у нас мясо. Смотрите, почти под жабру. Почти под жаброй. Переворачиваю и с этой стороны мы подрезаем так, чтобы вот где кости, вы видите, по костям можно даже, не знаю, его вот поворачивая туда или сюда, огибать кости. Глобальная задача оставить максимум мяса на коже, а не на костях. Так, и чуть-чуть заходим сюда. Еще раз. Обходим плавник и уходим вдоль твердой части до того места, где у нас уже нож не идет. Там, получается, у нас должно быть филе. То же самое переворачиваем. У некоторых рыб очень толстый позвоночник. И я смотрю и в роликах, в интернете, и у своих друзей. Они берут топор, начинают все это мочить, долго рубить. Зазубрины на ноже. Все время у меня кровью обрывается. А здесь довольно просто все. Здесь нужно на излом провернуть, и он легко ломается. Не нужно ничего рубить, тупить ножи. И самое главное, что он ломается в том месте, которое нам нужно. Здесь не остается никакого мяса. Вот у меня здесь пятачок остался, здесь нужно было ножом обойти немножко. Но самое главное, что именно тот стык, где у него затылочная кость заканчивается. Значит, здесь разделываем точно так же, как и всю остальную рыбу. Подрезаем вот тут контакт, где жабры прикрепляются к нижней челюсти. Вот, смотрите. Очень сложно здесь вывернуть, показать. Мне удобнее это делать ножницами. Да, кто не знает, на Камчатке вот эту часть, вот это называется колтычки, или японцы это называют еще щечки. Почему-то японцы не вот это место щечками называют, то, что мы у нас щечки, а вот это. Соответственно, вот эти колтычки-щечки мы просто выворачиваем и открываем жаберную часть, которую, соответственно, тоже так же подрезаем вот здесь. Но только нужно учесть, что мы подрезаем все. Смотрите, видите, вот здесь вот это вот все, что держится, крепится к затылочной части, вот здесь. Мы это все подрезаем, потому что, как я повторюсь еще раз, значит, в том месте у африканского сома находятся легкие, которые выглядят вот так. Почему он называется клариевый? Потому что вот эта штука, которая является легкими у рыбы, называется кларий, поэтому он клариевый. То есть за счет этих легких он может жить какое-то время на воздухе. Если его держать в влажном, например, мешке, то он может, в принципе, до суток, до двух даже суток он может спокойно жить. Все, вот это мы обрезаем. Для чего я все это вырезал? Я это сделал для чистоты бульона. В жабрах у дикой рыбы, когда она в природе находится, там скапливается песочек и всевозможная грязь, водоросли и так далее, планктон, который, значит, может загрязнить бульон даже не только с точки зрения цвета, но и может что-то у вас на зубах скрипеть. Понятно, что сом живет в проточной воде, в бассейне, и никакой грязи там нету. Это все можно и оставить, если вдруг вы забыли, то и ничего страшного. Просто будет серый бульон. Вот, а так чистая голова, она идет на холодец, она идет на варку супа и так далее, которую мы можем использовать в дальнейшем. Значит, дальше разделываем точно так же, как и всю остальную рыбу. Вначале взрезаем спину до реберной части, вдоль позвоночника, вернее, вдоль верхнего хребта плавникового. То есть, все, вот здесь у нас уже идет ребро. Там, где у нас заканчивается реберная часть, как правило, мы уже можем проткнуть насквозь и придерживая пальцами, отрезать, опираясь на сам позвоночник, на сам хребет. Все, срезаем у хвоста. Видите, у нас получилось здесь. Масса получается до реберной части. Все снято, а ребра здесь нужно либо использовать ножницы, как я чаще всего делаю, потому что у крупного сама кости довольно плотные. оп, получили чистую филешку. Филеечку раз, и у нас здесь реберная часть еще остается. У нас не отдельная история. Так, то же самое делаем со второй частью. Нужно очень аккуратно, так, чтобы, во-первых, у нас нож шел ровненько вдоль плавничка. И здесь то же самое мы все остальное аккуратно срезаем с кости. Получилось вот второе филе. Ребро отрезаем, не срезаем, как обычно, допустим, у лосося, а мы его отрезаем вместе с мясом. Вот таким образом. Смотрите, подрезаем вот всю реберную часть. Получается чистое филе. Здесь больше нет ни одной косточки вообще. Значит, что касается ребер. Ребра у сома растут очень интересно. Они растут внутри мяса. То есть у косточки мясо и с этой стороны, и с этой стороны. Поэтому, во-первых, нельзя это выкидывать ни в коем случае. Во-вторых, довольно сильная заморочка их доставать оттуда косточки. Поэтому для шеф-поваров и для тех, кто использует сома в домашних условиях, есть такое понятие, как каре. Каре сома или корейка сомы. Кому как нравится. Значит, по росту костей можно отрезать, делать кусочки. По 2-3 косточки. Смотрите. Вот таким образом. Раз. Наискосок. И все. У нас получается корейка. Вот здесь косточки после жарки. Можно прям за косточки брать и снимать мясо. Очень удобно. Видимо, наискосок прорезаю. Получается вот здесь вот две косточки. И вот такое вот мясо на них. В ресторане можно сделать эксклюзивное блюдо. У всех есть каре ягненка. Ну, практически у всех. А вот каре сомика нет ни у кого. Я вас уверяю, что это может быть серьезным таким маркетинговым ходом. Когда вы используете то, чего нет ни у кого. Значит, сразу, чтобы далеко не ходить. На маринад тимьян. Чеснок. Небольшой кусочек лимона. Смесь перцев и оливковое масло. Не думайте, что я забыл про соль, просто руки грязные, я посолю перед самой жаркой. Что делаем с филе? В том, в котором нет костей. Я режу его довольно крупными кусочками. Отправляю вот сюда вот, в чашку. Значит, несколько реберных частей, плавники, остатки от хвоста я откладываю отдельно. Значит, основные части для шашлыка я мариную в азиатском стиле. Чили-перец колечками крупно. Кинза вместе со стеблями. Лимонграсс. Толстую часть сюда. Обязательно чеснок. Пусть никого не смущает, что доска у меня вся в крови, мы же все равно потом шашлык будем жарить. Поэтому, чтобы 10 раз туда-сюда доску, как гламурные блогеры делают, каждый раз досочку притирают, вытирают, меняют. Блин, в идеале же мы делаем как? По-настоящему-то. Ну, именно вот так вот, чтобы 10 раз не менять, берем просто и сюда скидываем все ингредиенты. Сок в одной трети лимона. Осталось добавить только соевый соус. Тайским соусом поливаю рыбу. Чуточку масла. Для маринадов не нужно использовать ароматное кунжутное масло, можно использовать просто оливковое или лучше всего даже подсолнечное. Без аромата. И, конечно же, посыпаем белым перцем. Белый перец для рыбы, для птицы и для белого мяса подходит лучше всего. Все это тщательно перемешиваю. Как говорят китайцы, мы не солим соевым соусом, так как вы это делаете, европейцы. Мы солим соль, а соевый соус добавляем для вкуса. Когда у нас шашлык замаринован и каре замаринован, остается всего лишь параллельно сварить суп. Это делается очень просто. Я расскажу о том, что в моем детстве, да наверняка люди, кто жил в деревне когда-либо, всегда много хозяйства и некогда заниматься полноценным приготовлением пищи, поэтому занимаются все неполноценным. То есть берут картофан, лук, обжаривают все на масле прямо в кастрюле, заливают водой и варят. Получается быстрый суп. Но его можно есть так, а чтобы он стал вкуснее, я картошку с луком буду сразу варить, знаете, с чем? С хвостом от копченого сома. Сразу вкус дымка появится в бульоне и он будет, конечно, гораздо вкуснее, чем просто суп из картошки. Наливаю чуть-чуть масла. Для того, чтобы у нас все жарилось, лавровый лист бросаем. Но как раз вот это вот все, что пристало, и даст нам вкус. Немного чеснока сразу же. Чуть-чуть специй. У меня здесь белый, черный, красный перец помолотый. Обязательно кусочек сливочного масла. Про соль не забываем. И кипящую водичку заливаем сразу же сюда в кастрюльку. И вот обжаренный лук и обжаренный картофель как раз дают вот тот самый вкус, аромат нашему супу. Все помешиваем и оставляем вариться суп до готовности картошки. Но варим сразу же с копченым хвостом. Шашлык одеваем на шампур. Насаживаем плотно, чтобы у нас расстояние между кусками не было никаких. Тогда шашлык будет сочнее. Красивый какой получается у нас шашлычок. И шашлык отправляем на мангал. Каре будем готовить на сковороде. Нужно вот так вот отрезать пергамент. Это, конечно, можно сделать на решетке, но здесь как раз удобно два полежка, на которые прекрасно встанет сковородочка. Стелим пергамент на всякий случай. Кусочки рыбы маленькие, не дай бог к чему-нибудь прилипнут. Нужно к рыбе относиться аккуратно, с чувством. Смотрите, каре выкладываем вот так. Оп! Кусочки с ребрышками. И параллельно смотрим за рыбкой. И отправляем сковороду прямо на полежки. Вот сюда вот. Во время жарки я всегда рекомендую шашлычок смазывать маслом в процессе, для того, чтобы он не подсыхал, а оставался сочнее сверху. И, конечно же, чтобы корочка происходила у него золотистая, поджаристая, чтобы кусочки рыбы блестели и создавался дополнительный вкус. Все, ставим, жарим дальше. Следим за тем, чтобы ничего у нас не горело. Масло начало скапывать, дает дымок. Это тоже по-своему создаст колорит и аромат нашему блюду. Рыбный шашлычок при хорошем угле готовится, ну, минут 5. Я бы даже сказал, наверное, 4. Поэтому, судя по тому, что он такой у меня загорелый, я его сейчас уберу на край мангала, потому что пора перевернуть каре. О! Я вас уверяю, после того, как это приготовится, здесь будет такой аромат дымка самого настоящего костра. И, ну, я понимаю, что не у всех есть дома такой угольный мангал, но я вас призываю к тому, что если он у вас есть, готовьте все на нем. Видите, это все элементарно и просто. Ставить прямо на поленье, угли, все готовится само, без вашего участия. Я не хочу, чтобы у столь сочного, нежного шашлыка было много гарнира. Зачем? Давайте сделаем просто огуречную соломку и на нее выложим шашлык. То есть на тарелку вначале я выкладываю огурец. Во-первых, он освежает, во-вторых, он так прекрасно пахнет, как только мы сюда отправим шикарный шашлык, который, как вы помните, был замаринован в азиатском стиле. Правда, его нужно очень аккуратно снимать. Это же все-таки рыба, а не мясо. Он получается очень нежный, горячий. Аромат просто божественный, просто божественный. Немножко кинзы. Обязательно кусочек лимона. Его можно просто поставить рядом. Микрокрессики, которые дадут нам дополнительный визуальный и вкусовой эффект. Первое блюдо у нас готово. Следом я забираю с огня корейку. Корейку сома, которую я просто-напросто выкладываю на красивую тарелку. Посмотрите, выглядит почти как коре-барашка. Тоненькими листиками нарезаем зеленый лук, посыпаем коре сверху и таким образом подаем к столу. Когда картофель сварился, а ему вариться небольшим кусочком, примерно 10 минут. За это время я уже приготовил шашлык и коре. Вот эти вот колтычки, плавниковые части, часть коре и остатки от хвостов я забрасываю сюда, потому что кроме картошки там, конечно же, надо, чтобы у нас хоть какие-то кусочки мяса плавали. В нашем случае это рыба. Обязательно, как я говорил, в конце нужно ароматизировать чесноком. буквально один зубчик быстро порезали, отправляем сразу же в суп. Для финального завершения нам нужно обязательно кинза зеленый лук. Я снимаю с огня. У меня вот есть такая чили-паста, привезенная мне из Таиланда. Для того, чтобы придать нашему супу легкий азиатский мотив, я просто-напросто добавляю так, чтобы было не очень остро, но вы можете добавить все, что угодно. В китайских, корейских, в тайских, вьетнамских магазинах в интернете. Поищите их в интернете, вы найдете очень много секретных ингредиентов, которые сделают вашу жизнь вкуснее и ярче. От копченой шкуры и от копченого хвоста у нас запах дымка. От чили-пасты острота, значит, от кусочков сомика у нас будет там не только картошка, но и что-то существенное, приятный и с детства понятный для всех вкус картофеля, сливочного масла и лука, который у нас образовался здесь, создают нам полноценное гармоничное блюдо, причем за каких-то там 10 минут. Ну и, конечно же, если этот ролик будут смотреть повара, здесь есть несколько моментов, которые действительно можно использовать в ресторанной практике. Да, даже вот снижение себестоимости за счет как раз вот тех кусочков, которые не идут в основное блюдо, а превращают и все думают такие, куда их деть? Куда, куда? Смотрите, что-нибудь вкусное. Обязательно много кинзы и укропа и обязательно выдавите лимонный сок. Не считая того, что я потратил где-то около 15 минут на разделку сома, я потратил на приготовление трех блюд где-то около 10 минут, потому что все делается моментально, рыба готовится быстро и, самое главное, вкусно. Я уверен, что и шеф-повара и те люди, которые готовят для себя что-то вкусное дома, найдут в этих рецептах ценное, интересное и полезное. Приятного аппетита!